На днях Копейск посетил председатель законодательного собрания Челябинской области. Свой визит он начал с физкультурно-оздоровительного комплекса. Трибуны выдвижные. Выдвижные полностью. Да, то есть когда нам надо, мы их задвинули, все, у нас тренировочный процесс. Когда у нас соревнования, мы их вытянули, посадили людей. Сколько посадочек? 503. 503 посадочек, две трибуны, 503 посадочек. Какие мероприятия уже проводили? О, уже бокс проводили, три турнира провели по боксу. Бокс областной? Нет, только всероссийские соревнования. Первое, которое мы открыли, это были всероссийские. 52-й турнир, в памяти посвященный Хрепова. Булатову сейчас у нас один турнир прошел. И горноспасателем. Три турнира по боксу. По баскетболу провели турнир. Александр Лазарев посмотрел все этажи физкультурного комплекса, в том числе раздевалки и тренажерный зал. Затем делегация направилась во дворец творчества детей и молодежи. Там депутат провел встречу с жителями города. Горожане встречали гостей уже на входе в зал. Наша задача исполнительных и представительных органов власти просто помочь немножко вам, жителям города, нашим избирателям. Потому что все инициативы, они должны исходить только от вас. Все какие-то процедурные работы, да, вот даже убирать город. Понятно. Вышли сами бумажку подняли, значит, соответственно, голове будет стыдно, он поедет все это приводить в порядок. Это всегда же так. Поэтому вам большое спасибо за именно активное участие, за то, что вы так неравнодушны к своему городу и цените, любите его. Встреча депутатов с жителями города была построена в формате диалога. Причем на мероприятии присутствовали и начальники управлений. На сегодняшний момент система образования испытывает жуткий дефицит квалифицированных кадров. На сегодняшний момент в униципалитете не пришли в этот учебный год порядка 215 человек. Если мы возьмем индикативный показатель нагрузки на одного учителя, то при норме 12 у меня порядка 22 детей на одного педагога. Возможно ли обратиться к законодательному собранию с тем, чтобы была проработана какая-то политика по наполнению молодыми кадрами систем образования в муниципалитете Альтах? Я здесь думаю, что необходимо прорабатывать программу непосредственно на уровне вашего муниципалитета по мерам поддержки молодых специалистов. То, что касается для того, чтобы специалисты возвращались, мне кажется, сегодня нет ограничений, и выделяются дополнительные средства по целевому набору. И вы можете заключать договора с теми студентами, которые будут учиться, для того, чтобы они возвращались непосредственно к Копейске. В течение двух часов жители города задавали самые актуальные и волнующие их вопросы. Копейчане интересовались коммунальной инфраструктурой, экономической ситуацией в городе и области, решением проблем в сфере здравоохранения, а также в жилищной политике. Все вопросы взяты депутатами на личный контроль.